Модификация человека в 21 веке. Урок 10. Психологические, этические и философские аспекты модификации человека. Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы рассмотрим в завершении нашего курса психологические, этические и философские аспекты модификации человека. Мы уже рассмотрели в целом технологические предпосылки и биотехнологические достаточно подробно, и предпосылки, которые дают нам технологии для модификации человека, и возможности компьютерной помощи для нашей модификации. Мы говорили о бикконвергенции, а теперь давайте поговорим о том, на какую почву все это ложится, какие-то вопросы вызывают и так далее. Прежде всего мы рассмотрим психологические предпосылки модификации человека. Неоднократно говорилось, и еще хочу повторить, что стремление к модификации является базовым для людей с самых древнейших времен. Но не только. Обратите внимание, вы видите перед собой Тайгера Вудса, лучшего в мире игрока в гольф. Он тоже захотел модифицироваться, он сделал себе операцию, он сделал себе суперзрение. Это достаточно операция распространенная сейчас. Его зрение лучше за 25%, чем просто у человека. И такие возможности всегда есть в большей или меньшей степени. Люди их всегда нарабатывали и развивали. В основе же этого стремления, вероятно, лежат инстинкты. Инстинкт сохранения своей жизни. Ведь мы способны на очень многое для того, чтобы жить. Мы готовы лечиться, не светло вставлять искусственные органы. Мы готовы использовать новые методы, мы готовы омолаживаться и так далее. Также в основе этого стремления лежит инстинкт продления рода. В этом мы, конечно, не оригинальны. Можно вспомнить птичек, которые иногда строят себе гнезда, используя там всевозможные камешки, перышки и так далее, которые украшают себя, лишь бы продлить род, украшают себя. Вот тоже базовое стремление к модификации. А также эволюционно это очень заметно, например, на этой картинке. Когда жирафы, желая продлить свою жизнь и получше поесть, все выше и выше тянулись и вырастали все выше и выше и выше. Итак, мы хотим сказать, что в основе этого лежат инстинкты. Кроме инстинктов, можно также отметить, как базовыми, это стремление к увеличению ареала обитания человека и стремление к улучшению сферы жизни. Вот мы видим, посмотрите, как человек распространился по Земле. И за полярным кругом, и в самых жарких частях люди живут. Ну, не освоено осталось пока что только Антарктида. И тут там уже появляются первые станции. Человек менялся генетически, осваивая эти ареалы. Мы об этом говорили на нашей первой лекции. При этом созданная им искусственная среда изменяла в чем-то его. Кроме того, он пытался модифицировать себя за счет внешних инноваций, возможностей, одежды, стиль жизни, освоения среды. И это тоже является одной из базовых предпосылок для модификации человека. Ну, а улучшение своей жизни, оно же понимается многими совершенно по-разному. Особенно сейчас, когда наш мир дает человеку для реализации в его жизни огромное количество возможностей. И поэтому мы уже видим людей с удовольствием, носящих телефоны прямо в ухе, очки с Mp3-плеером и так далее, так далее, так далее. То есть люди всегда используют все возможности, которые только у них есть, для того, чтобы изменить внешнюю среду и по возможности модифицироваться самим. И тут надо сказать, что очень важное направление – это применение к познанию и самопознанию. Оно присутствует во всех сферах деятельности человека и также к познанию самого себя. Вот вы видите замечательный эксперимент, когда снималась в реальном времени энцефалограмма человеческого мозга во время исполнения музыки Баха. Интересный результат оказывается во время именно исполнения музыки. Некоторое дело мозга просто не функционирует. Видите, какой любопытный результат. С другой стороны, люди, всегда стараясь себя познать, пытались прийти к каким-то новым уровням своей личности, выявить эти новые уровни. Ну, например, в спорте. Ведь не каждый спорт связан обязательно именно с чисто физической нагрузкой, но часто и с психологической. Дойти до вершины горы – могу или нет. Дойти до вершины горы с помощью экзокортекса – могу или нет. Кстати, не так давно впервые абсолютно слепой человек поднялся на вершину горы Эвереста, не просто горы Эвереста, еще сам все это запланировал и сам дошел. Это стремление превзойти в чем-то себя является тоже базовым, тоже дающим какие-то возможности, предпосылки для того, чтобы человек сам себя модифицировал. И еще очень интересное направление – это любовь к маскарадам и эстетизация. О любви к маскарадам мы знаем все. Мы любим театр, мы любим быть инкомнита, мы любим маски, мы любим разные аватарки в интернете. И в то же время всегда-всегда шло направление стремления стать наиболее красивыми. Эстетизация, то есть появление костюмов, макияжа, новых причесок. То есть человек познавался как мог. Даже там еще вспомним, несколько столетий назад люди рисовали себе родинки всевозможные. Это модно было иметь маленькую мушку и так далее. Все эти стремления, лежащие в основании модификации, привели к тому, что сейчас, когда человечество получило больше для этого возможностей, эти вопросы становятся очень и очень актуальными. Кроме того, хочу сказать, что некоторые отклонения генетические часто воспринимаются нами как преимущества. Да, это действительно так. И я бы хотела тут немножко рассказать о двух примерах, таких достаточно общеизвестных и очевидных, как тетрахроматное зрение, например, и синестезия. Значит, о зрении. Когда-то 800 миллионов лет назад у организмов, живущих на Земле, было зрение только в одном диапазоне. Вот они видели только один свет, оно было монохромным. Позже, спустя какое-то время, 450 миллионов лет назад, существа живые на Земле видели примерно сразу в четырех диапазонах, так у них были устроены колбочки зрительных органов, фиолетовым, синим, желтым, оранжевым, и вот такое сбалансированное зрение. А вот интересно, что когда появились люди, обратите внимание, они утратили способность видеть в сильно фиолетовом диапазоне, в желто-оранжевом, но зато у них очень развилась возможность видеть в зеленом цвете. Это очень понятно, потому что мы вели такой растительный образ жизни, собирали бананы, траву и так далее. И люди теперь, у них колбочка устроена так, что видеть в основном вот в этих синих и зеленых цветах. Но это бывает не всегда. Иногда рождаются люди, у них есть отклонение, так называемое тетрахроматное зрение, когда у них еще есть возможность хорошо воспринимать в оранжевом диапазоне цвета. То есть у них более полное зрение, они лучше разбираются в градуировке цветов в красном диапазоне. Мы же, основное население, не так, вплоть до того, что когда, например, часто фильмы делают, то различные красные кадры и так далее с намного-намного меньшим разрешением кодируют, потому что все равно никто не разберется, не видит разницы, так, экономит место компьютерное. И так, и тетрахроматное зрение считается в основном достоинством. Люди лучше видят, больше. Это очень ценится и в художественной среде. Другое генетическое отклонение, которое воспринимается как преимущество, это синистезия. Это специфическое явление, когда при раздражении одного органа чувств возникает ощущение, соответствующее другому органу. Но не только, значит, не замещение, а как бы в добавку. Так, например, очень известный момент, когда, например, человек видит цветную музыку. То есть у него раздражается слуховой нерв, слух его, и в то же время, в дополнение к тому, что он музыку слышит, у него раздражаются зрительные нервы, ощущения появляются, и он видит музыку цветной. Или другой пример, когда люди часто видят буквы, цифры цветными. Так, одна девушка, обладая такой возможности, говорила, я была так удивлена, когда однажды я поняла, как легко желтую букву Пи, она была англичанкой, прийти в оранжевую букву Р, надо добавить палочку Р, и она сразу становится оранжевой. И вот такое явление, в некотором роде распространено, воспринимается многими как специфическое преимущество у людей. И кроме того, надо сказать, что в течение всей истории человечества, а сейчас тем более, появляются культуры, субкультуры, которые мы могли бы определить как культуру модифицированных людей. С давних времен это, наверное, можно так сказать о религии джайнизме. Эта религия, основное из положений в ее, это полное непричинение насилия и подавление инстинкта агрессии. Подавление инстинкта – это процесс модификации. Кроме того, в современном мире существуют такие субкультуры, как боди-модификаторы, люди, которые экспериментируют со своим телом, пирсингом занимаются, различными татуировками, внедряют под кожу различные шарики, пытаются модифицировать. Есть такое направление субкультуры, как асексуалы. Это люди, которые отказываются от сексуальной жизни полностью, отказываются от этой составляющей своей личности, подавляют ее всячески. В некотором роде это люди модифицированы по сравнению с общепринятой на данный момент нормой. Любопытное так есть направление, которое растет, это люди, так называемые, child-free. То есть люди, которые отказываются вести детей. Им неинтересна эта область жизни. Они считают, что инстинкт воспроизводства, устаревший инстинкт, это неинтересно. В некотором роде они тоже ведь не такие, как общая масса людей. И все эти возможности говорят о том, что модификация человека, обрастая сейчас новыми технологическими возможностями, ложится на уже более-менее подготовленную почву, психологически подготовленную, которая тянется с древнейших времен. Но как бы там ни было, все это, конечно же, рождает большое количество вопросов. Прежде всего, этических вопросов. Когда мы, оперируя таким пониманием, как добро, зло, примирение различных интересов, мы пытаемся оценить различные эти вопросы. Надо сказать, что, я уже говорила об этом, что прежде всего был поднят вопрос биоэтикой, вопрос о возможности, необходимости, правильности применения возможности биотехнологии к изменению жизни людей. И биоэтика начала рассматривать такие вопросы, как этическое использование столовых клеток, этические вопросы клонирования, этические вопросы эвтаназии, то есть умерщвление человека, например, раньше того, как он мрёт, по медицинским показаниям, тогда, когда, например, он использует сильнейшие боли. Этично ли неэтично появление различных гибридов, то есть переносов генов в животных, например, растениям и так далее. Надо сказать, что это для многих достаточно животрепещущие вопросы, и которые постоянно меняют свои ответы. Вот, например, столовые клетки. Стволовые клетки изначально начали очень оперировать тогда, когда основным источником столовых клеток были эмбриональные стволовые клетки. И сразу же возник вопрос, а вот если мы берём стволовые клетки из эмбриона, это вообще человек ещё или нет? Насколько это этично? Это, наверное, очень неэтично. Особенно католические страны, фундаменталисты католические, заявляют, что нет, это плохо, это неэтично, это может переродиться в человека, а другие говорят, а может и не переродиться, и так далее. Прошло время, и стволовые клетки стали получать вовсе не из эмбрионов, а из других каких-то тканей, жировых тканей, из костного мозга. И, соответственно, этическая оценка этих технологий совершенно изменилась. Но эти вопросы по-прежнему жилотрепещущие, и на них могут быть даны совершенно разные ответы. Как я говорила, в последние десятилетия ввелось определённое направление, которое оценивает, изучает этические вопросы новых технологий, трансгуманизм. Оно затрагивает не только вопросы биотехнологиями вызываемые, но и другими. Трансгуманизм — это рациональное, научное мировоззрение. Это основная их позиция, то, что изучаются именно научные данные, и не эмоционально, а с чисто рациональной позиции. Трансгуманизм свойственно желание изменить человека, и они считают, что это нужно, изменение человека, потому что они видят во многом несовершенства, недостатки. Также они утверждают необходимость ликвидации страданий и смерти, а мы там и позже поговорим с философской точки зрения, как это всё рассматривается. И также трансгуманизм считает, что необходимо усиление возможностей человека. Как уже сказано, что в области именно биотехнологии это может считаться одним из биотехнологических подходов. В области остальных технологий альтернатив нет, потому что не сконсолидировалась какая-то общая антитрансгуманистическая репозиция. Иногда бывают какие-то, естественно, иные мнения. И в каждом из нас, кажется, живёт и биоконсерватор, и трансгуманист. Мы все биоэтики по-своему. Мы всегда относимся по-разному к технологиям, к одним хорошо, к другим лучше. Мы что-то узнаем новое, меняется наше мнение и так далее, и так далее. Но надо сказать, что уже очень многие люди говорят о том, что в мире появилось третье измерение, как говорят, политики. Ну, наверное, это несколько преувеличено. Но смысл в том, что существует экономическая политика, на грани которой идёт социализм и неолибертализм. Есть некая культурная политика, где культурный консерватизм противопоставлен к кассополитизму. То есть, если люди некоторые считают, что надо развивать только свою культуру и запнуться в ней, то другие, противоположные по мнению, считают, что наоборот надо консоридировать все возможности человека, человечество, быть более открытыми. И точно так же появилась дихотомия в технополитике, трансгуманизм, биоконсерватизм. Биоконсерватизм играет тоже положительную роль, конечно же. Это тот сдерживающий фактор, который говорит о том, что любая технология, прежде чем быть применима, должна быть очень хорошо изучена. Но это разумный биоконсерватизм. Бывает он, естественно, неразумный. Когда люди говорят, ой, нет, все ужасно, ничего не хочу, все отвратительно. Рациональных доводов от них невозможно услышать. Трансгуманизм тоже, он разнороден в своей позиции. Это есть и совершенно радикальные размышления о ведущем сверхразуме, о технологической сингулярности, о загрузке человеческого мозга в компьютер. Есть и более традиционные такие направления, которые утверждают, что да, сейчас наука подошла к возможности некоторой радикального продления жизни, что надо поддерживать это направление, что совершенно необходимо выделять государственные средства на это, что надо поддерживать этих ученых, и это хорошо. Надо сказать, что общество сейчас ни одно, наверное, не выработало какой-то определенной позиции. Это ведь связано с огромным количеством мировоззренческих установок, с самооценкой своей жизни, со своими различными целями своей жизни. В огромной степени связано наше отношение к технологиям просто со знанием этих технологий. Существует такая гипотеза, гипотеза уровней шока будущего. Она принадлежит директору Института сингулярности, о котором мы говорили на прошлой лекции, Эльезеру Ютковске. Он обратил внимание на то, что понимание человеком различных технологий и их перспектив зависит от его более раннего знания, то, что он знал раньше, и, соответственно, делится на несколько этапов. В частности, он выделил четыре этапа и назвал их уровни шока будущего. Уровень шока будущего – ноль, уровень шока будущего – два, один, два, три, четыре. Получается даже немножко пять этапов, но последние этапы они всегда такие расплывчатые. Уровень шока будущего – ноль, но это когда человек ничего не знает, живет в лесу, ничего не интересно. Уровень шока будущего – один. Это простой уровень, когда люди говорят, что вот хорошо, есть мобильный, телевизор и телефон, наверное, так всегда оно и будет. Уровень шока будущего – два, когда люди понимают, что не всегда будет, что они знают о том, что есть все-таки биотехнологии, что есть лекарства там для борьбы со старением, они это понимают. Они понимают какие-то возможности более традиционных технологий, информационных технологий и так далее. При переходе к уровню шока будущего – три, они уже становятся скорее более продвинутыми людьми, они понимают возможности на технологии. Как правило, трансгуманисты, они относятся к уровню шока будущего – три, это люди, хорошо знающие технологии, их перспективы. Ну, уровень будущего – четыре, когда люди, наверное, уже понимают возможности ускорения этого мира, возможности появления так называемой технологической сингулярности, когда мир будет настолько сложен, что вот сейчас мы, наверное, в принципе не сможем как-то адекватно его предсказать. И вот в зависимости, действительно, эта гипотеза проверяется, и действительно выясняется, что в зависимости от того, что человек знал раньше, у него такое же и отношение. Это и обнадеживающий, довольно печальный факт, потому что ведь наша свобода зависит от нашего знания. Есть свобода ничего не знать, ничего не предпринимать. И совсем другого типа свобода, если, ну, например, есть какое-то замечательное средство продления жизни, предположим, и вы идете мимо аптеки, и знаете, что оно там подается, его можно купить. И вот тут и есть настоящая свобода, когда вы либо можете пойти купить, либо пойти не купить, но это ваш свободный выбор. То есть хочется сказать, что свобода нашей жизни зависит от нашего знания, сейчас, в нашу технологическую эпоху. И мы должны очень много знать для того, чтобы правильно понимать перспективы и правильно ориентироваться в этом мире. Это один из важнейших вопросов. И вот тут уже идут вопросы, что есть добро, что есть зло. И совершенно по-разному можно на них ответить. Можно сказать, зачем продлевать жизнь? Это зло у меня станет скучно. Другой человек скажет, а почему тебе скажут, скучно применять антидепрессанты? Или, а почему будет скучно, если мир настолько будет бурно развиваться? Посмотри, как он дурно развивается. Что принесет совершенно все это другие ответы. То есть сейчас я еще раз хочу подчеркнуть, современное состояние мира таково, что знание о нами, просто достижение технологии, открывает перед нами огромные перспективы. И особенно хочу подчеркнуть, что все, о чем шла речь на всех этих лекциях, оно укладывается в несколько десятилетий. От нынешнего момента, все эти технологии, которые описаны, до 10, 20, 25 лет. И они все будут достигнуты. И нам в этом мире жить. Поэтому этические вопросы, ну, то, что это животрепещущая область, она как волна. Они приходят одни, приходят другие, находятся в ответах. Но они для нас важны, и каждый из нас должен постоянно себе отвечать на них. Но чтобы отвечать правильно, надо как можно больше знать. И, например, в такой политике, как Билл Клинтон, 19 октября 1999 года, это было очень-очень давно, при современной скорости развития, уже тогда он на речи, встречая миллениум, говорил, мы хотим жить вечно, и скоро это у нас получится. Не сомневаюсь, что Билл Клинтон достаточно хорошо знал развитие наук в этой области. Он это знал, он это хотел, он это заявлял. И надо сказать, что, конечно, новые вопросы появляются. Те вопросы, которые не поднимала биоэтика, это вопросы модификации инстинктов, управления эмоциями и психикой. Уж не знаю, как это получилось, но биоэтики, сосредоточившись на возможностях именно тех, которые производят биотехнологии, не изучали возможности управления эмоциями, психикой, они постоянно нарастали сами по себе. Мы об этом тоже уже говорили, что существуют и лекарственные возможности управления эмоциями, чисто с помощью культурных достижений. Есть экспериментальные достижения в модификации инстинктов, так, например, известная область в мозге, при воздействии на которую может инстинкт агрессии быть подавлен, и так далее. Такие возможности есть, и они нарастают. Хорошо это или плохо? Если плохо, то почему? Если хорошо, то насколько? Управление эмоциями. Управление эмоциями, которое происходит сейчас на химическом уровне, как и с психологическим, и так далее, и так далее. В принципе, как правило, это считается хорошим достижением. Ну, а если эти возможности будут нарастать, то до каких пределов мы согласны управлять своими эмоциями? И как? Это вопросы. Вот на картинке вы видите ребенка, который при соответствующем таком психологическом подходе очень агрессивен. Он проходит военный тренинг, у него автомат. В принципе, в данный момент мы видим, что просто человек с помощью определенных методик находится в состоянии взращивания инстинкта агрессивности. А можно ведь и иначе. И возможность такая появится, и технологическая. Кроме новых вопросов, появляются совсем новые вопросы. Это отношение, например, к кемборгизации. Или второй вопрос. А если мы начнем управлять собственной мотивацией? Сначала рассмотрим отношение к кемборгизации. Оно бывает самое разное, вплоть до очень даже положительного. Существуют, например, молодежные группы музыкальные, которые говорят, как замечательно быть к кемборгом. Я избавляюсь от таких недостатков, приобретаю такие достоинства. По мере упрощения этого процесса отношения будут тоже меняться. Если действительно когда-нибудь будет это очень просто, то как к человечеству будет относиться? Это хорошо или плохо? Это совершенно новый вопрос, на который огромное количество людей скажут, нет-нет, это ужасно. И некоторое количество скажет, да, замечательно, почему бы нет. Как изменится эта пропорция в будущем? Посмотрим. Но еще более радикальный вопрос. А что, если мы научимся управлять своей мотивацией? Мотивация – это наша система заставления нас что-то делать. То есть почему мы мотивированы? Мотивацией, естественно, люди управляют. Естественно, они это управляют, например, в рабочей среде. Обще известно, что при управлении кадрами, работой работников всегда важны вопросы мотивации. Денежная ли это мотивация, или эмоциональная мотивация, или еще какая-то другая корпоративная мотивация. То есть у нас заложена целая иерархическая система различных мотиваций. И сейчас, пытаясь ее управлять, мы управляем ее с помощью того, что мы ставим себе какую-то цель, или нами, например, манипулируют, заставляя нас думать, что мы мотивированы тем-то или иным. Это общепринятая практика. Ну а если мы сможем еще проще мотивировать, то на что мы себя мотивируем? Ну давайте представим такой гипотетический момент, когда люди смогут просто записать себе в строчки. Моя цель, что? Познание, преображение мира, безграничная любовь, или всех уничтожить? То есть с развитием возможностей нашего интеллекта, по мере его возможного слияния с искусственным интеллектом, мы начнем обладать все большими возможностями самомодификации самих себя. Мы сможем лучше управлять эмоциями. Это биохимический аппарат, он подвешен воздействию. Мы сможем лучше управлять своей мотивацией, возможно, просто заставив себя как-то быть мотивированным. Но как? Эти вопросы, они во многом белое пятно. Это следует еще изучить. И, конечно же, очень важный вопрос – это доступность технологии. вопрос важнейший, потому что, говоря, вот что есть технология, хорошо ли это или плохо, всегда мы подразумеваем, доступна она или недоступна. Здесь ситуация крайне сложна. Дело в том, что есть технологии очень дорогие, есть технологии уже доступные для модификации, очень дешевые, смотря какую цель мы себе ставим. Если лечение и омоложение столовыми клетками буквально несколько лет назад стоило десятки тысяч долларов, то сейчас курс может стоить одну-две тысячи долларов. Это очень дорого, но цена явно упала. Если когда-то пенициллин был одним из самых дорогих лекарств в мире, сейчас одно из самых дешевых. Если некоторые на атропике достаточно дорогие, то некоторые очень дешевые. Если когнитивный софт, программы, некоторые просто коммерциализированы, они могут стоить каких-то денег, иногда немалых, и даже нет другой возможности их приобрести, то существует достаточно большое количество программ, которые находятся просто в свободном доступе. Они изначально были сделаны в open-source, как открытая система, например. И тут опять-таки тот же момент, когда мы можем использовать или одно, или другое, но нам надо знать, что использовать. Мы должны знать, что существуют такие возможности. В этом плане, конечно, невозможно как-то заменить свое знание. Пока что еще, увы, мы не можем загрузить себе знание сразу в мозг. Мы вынуждены все это читать. И поэтому каждый человек должен, конечно, читать новостные сайты, которые рассказывают все о последних новостях, примерять это к себе, узнавать возможности, какие есть. Тоже борьба со старением. Ведь действительно же есть антиоксиданты, есть различные геропротекторы, есть витамины, ингибиторы пептидного действия, препараты, улучшающие работу мозга, они все противодействуют старению, и не так много людей этим пользуются. Хотя я хочу сказать, что я сейчас говорю о нашей стране, но во многих развитых странах ситуация совершенно другая. Так, например, в Соединенных Штатах Америки по статистике они в несколько раз больше, примерно в три раза больше потребляют таблеток по количеству и живут намного дольше. Конечно же, есть дорогие препараты, менее дорогие, но это всегда надо самому знать, изучать и к этому стремиться. Никто не привезет это на дом знания, никто не подскажет нам, что хорошо, что есть плохо. Сейчас время, когда мы должны сами определяться. И доступность технологий – это вещь очень относительная. И то, что сейчас очень дорого, потом может быть недорого, что-то недорого уже сейчас, но это тоже надо знать и к этому стремиться. Рассказав-то о прикладных вещах, давайте поднимемся в горнее выси и подумаем о том, что же в философии появляется нового в связи с модификацией человека. Философские аспекты, они опять-таки поднимались с давних-давних времен. В дальнейшие времена, как вы знаете, даосы размышляли о бессмертии человека, читая модификации, они стремились к этому. Мыслители Возрождения и Просвещения неоднократно поднимали эти вопросы. Это и Фрэнсис Бэкон, и Денид Гидро, и Кондарсе, то есть выдающиеся люди. Здесь мы видим портрет Лао Цзи, основателя даосизма, большого направления, когда люди, еще не обладая знаниями химии, будучи еще алхимиками, мистиками, пытались также увеличить продление жизни человека, жизнь человеческую пытались увеличить. А вот уже позже, во времена Возрождения, удивительный мыслитель Джованни Пикаделла Мирандула произнес речь о достоинстве человека. Он был верующий, христианин, и в то же время он считал, что достоинство же человека заключено в беспредельных возможностях человека стать тем, кем он захочет. Даже в те времена эти мысли прямо звучали в беспредельных возможностях человека стать тем, кем он захочет. Пирандул утвердал, что если для животных, птиц, Бог установил предел их развития, вот они какие есть, такие есть, то для человека это не установлено. И человек, пользуясь дарованной им свободой воли, должен сам себя созидать. Вот такие радикальные идеи звучали в давние-давние времена. Надо сказать, что позже эти идеи были подхвачены в России Николаем Федоровичем Федоровым, русскими космистами, Александром Васильевичем Сухова-Кабалиным, Константином Эдуардовичем Циолковским, с ценной плеядой российских философов, которые говорили как о продлении жизни человека, о возможном бессмертии, о модификации человека, о перестройке всего мира, об овладении природой, даже о возрождении ранее живших людей. Это вот продвигал Николай Федорович Федоров в своем общем деле. То есть философия всегда по мере возможностей как-то отзывалась на это базовое желание людей. Шло время, и, конечно же, по мере появления возможностей стали появляться иные мыслители. Не всегда, кстати, философы, иногда это были социологи, поднимавшие эти вопросы, которые предлагали различные решения. Иногда очень даже биоконсервативного толка. Так, например, в начале 2000-х годов известный политолог, социолог американский Фрэнсис Фукуяма, размышляя о том новом, что биотехнологии приносят в жизнь, и в частности о продлении жизни, утверждал, что, наверное, это неправильно. Наверное, государство должно строго установить, сколько дожил жизнь человек. Вот такое у него было мнение. Иначе же государству придется плохо, так размышлял Фукуяма. Мне кажется, государство системы достаточно гибкая, что приспособится даже такому нонсенсу, как удлинение человеческой жизни, тем более, что в Соединенных Штатах, где в свое время Фукуяма был одним из ведущих биоэтиков, люди сейчас действительно живут достаточно долго, у них серьезное повышение продления жизни происходит. И кроме социологов, политиков, подмечавших эти эффекты, появилась плеяда новых философов. В России серьезно размышлял над этим вопросом, размышляет Игорь Владимирович Вишев, доктор философских наук, который выпустил много философских произведений, посвященных идее жизни, смерти и бессмертия, как в исторической ретроспективе, так и у него есть произведения, вступленные в будущее, где он размышляет над этим вопросами на основе новых технологий. Но надо сказать, что философия сейчас пытается заново осмыслить вопросы, которые у нее множество, и которые появляются вновь и вновь. Мы уже отмечали, что происходит некое стирание границ живое, неживое, разумное, неразумное, естественное, искусственное. Это действительно так. Это вопрос не совсем новый. Он поднимался и раньше. Многими мыслителями они действительно размышляли, а что такое естественное, искусственное? Природа, насколько она сейчас естественная, искусственная? А вирус, он вообще живой, неживой? Если напомнить, что еще в давние времена люди пытались, алхимики в основном, сделать из неживого живого гомункулса такое существо. Ну, естественно, ничего не получалось, но идея, она существовала. И вот эти дихотомии, они вызывают новые аспекты философские. Куда же мы идем? Откуда идем? Ставятся вопросы о природе человека. Вечный вопрос, что есть жизнь? Ну, а компьютерная жизнь, она жизнь или нет? Смотри, как ее определить. Существует сотни определений жизни, среди которых нет единого общепринятого. Если сказать, что жизнь – это форма существования белковых тел, то многие возразят, ну, а если, например, будет новое белковое тело, усиленное нанороботами, частично, даже там, те, которые построены на органеллах, но искусственные, он вообще живой или нет? А если у нас все состоит из таких нанороботов? Некоторым считается, что да. Вот если оно на белковых молекулах – это жизнь. Другие ученые говорят, нет, это не принципиальный момент для жизни. Принципиальный – другой. Ну, например, то, что жизнь имеет свойство накапливать неравновесное состояние. То есть уникальное свойство, когда человечество может создавать неравновесное состояние. Не идет из неравновесное в равновесное, а наоборот, из равновесного в неравновесное. Вот это и есть жизнь, может быть. Вопрос, что такое человек? Он становится очень остро, и уже несколько десятилетий он был очень актуален, когда появились аборты, потому что считать ли зародыш человеком? А если считать, то на каком этапе? Одна яйцеклетка – это человек? Ну нет, это не человек. Она может в любом моменте умереть, у нее нет никакого потенциала. Она вообще не всегда перерождается в человека. А пластоциста? А зародыш более позднего периода? И уже тогда было непонятно, что же такое человек? Что есть личность человека? Все это связано с новыми возможностями. Новыми технологическими возможностями, которые приносят вопросы. Вот, например, новые технологии и личность человека. Клонирование, да? Личность та же? Ну, вроде бы да, но в тот момент, например, а потом вроде бы и иная. Тогда что же такое есть личность? Создание роботов-двойников. Сейчас уже есть несколько роботов-двойников. Например, робот писателя Филиппа Дика, который имеет его же внешность, примитивный мозг, в который загружено все произведения, с ним можно примитивно поговорить по поводу его творчества. Это какая часть личности в нем есть? Еще далее будут возникнуть, есть вопросы, будут, если личность загружена в компьютер полностью, со всеми там, вплоть даже на молекулярном уровне, и она действует в виртуальном мире. Это вообще человек или нет? А она действует. У нее такие же могут быть характеристики, какие-то решения. Она может даже говорить, что она страдает. Восстановление криопациентов. Некоторые спрашивают, а будет ли это та же личность, если она на роботы, смогут восстановить все клетки. Ну, обычный вопрос – да, но у кого-то это вызывает сомнения. То есть вопросов, на которых пока нет ответов, связанных с новейшими технологиями, их перспективами, очень много. Также, например, вопросы о природе человека. Эти вопросы становились и раньше, что такое эмоции, что такое интеллект, что вообще есть мышление. И появлялись эти вопросы сначала, ну, из соображения вообще познания человека, особенно в последние там полтора столетия, появлялись различные теории эмоций. Это пригождалось, конечно, и физиологии, и психологии. Естественно, их применяли для рекламы, для менеджмента, для управления кадрами. Точно так же, например, пытаются сделать аналог эмоций у роботов. Общеизвестный есть такой робот Кисмет, который моделирует эмоции. Он может огорчаться, переживать, улыбаться. Существуют роботы-андроиды в Японии, у которых очень живая мимика, которые по-своему мы можем определить как чувствующие. Что такое эмоции? Особенно это важно в свете нашей возможной интеграции с искусственным интеллектом. Эмоции многими рассматриваются учеными как определенные оптимизирующие наше поведение программами. Что такое интеллект? Здесь тоже нет определенного, единственного ответа. Интеллект могут определять как совокупность свойств целеполагания, достижение результатов и так далее. Могут определять как-то иначе. Опять-таки, обладает ли интеллект анбезьяны, которые сейчас в некотором экспериментальном порядке 1500 словами пользуются. Или роботы, которые загружают какие-то тот же робот-андроид Филиппа Дика. Он ведь разговаривает. А что есть мышление? И на это пока что определенных ответов нет. Сейчас тот самый интересный мир, когда ответы, они сложны. Время простых ответов заканчивается. И философии приходится все время на новом и новом уровне возвращаться к этим вопросам. Что такое эмоции? Что такое человек? Что же такое жизнь? Можно сказать, что в некотором роде философия именно под воздействием новейших технологий и трансгуманизма переживает определенный ренессанс. Некоторые философы так и говорят, нам еще надо осмыслить этот шок. Итак, сегодня мы рассмотрели очень поверхностно, очень коротко интереснейшие вопросы. Это вопросы психологических предпосылок к модификации человека в 21 веке. Этические вопросы, связанные с модификацией человека. Различные философские вопросы, которые возникают в связи с этим. Вот вкратце мы можем визуализировать весь наш курс. Влияние интеллекта на человека, биотехнологии, кибергизация, клонирование стволовой клетки, модификация человека, продление жизни, нанотехнологии, усиление интеллекта, загрузка, различные этические вопросы. И какие же выводы хотелось бы, чтобы наши слушатели сделали из этого курса? Ну вот первый. Модификация человека идет давно. Это давний процесс, в последнее время набирающий темпы. Темпы этих изменений растут. Растут они очень быстро. Так что ученые, например, раз в три года, приезжающие на конференцию по биотехнологиям, приезжают и говорят, все изменилось. За эти три года не то, что вдвое увеличилось количество знаний, несколько раз увеличилось вообще качество этих знаний. Настолько велики темпы этих изменений, и в том числе возможности для модификации человека. Общество, получив эти возможности, адаптируется. Адаптируется непросто. Появилась в свое время биоэтика, появился трансгуманизм, появились за и контры, появляются новые технологические возможности, появляются новые социальные запросы, как запрос о продлении жизни, например. Также надо сказать, и это надо понимать каждому человеку, что модификация человека дает абсолютно новые возможности. Те, которые когда-то планировались, те, о которых люди мечтали, и те, которые уже стоят на пороге, а иногда уже даже переступили этот порог. Но наша с вами задача их понять, понять, что они есть, узнать о них получше, и попытаться применить их к себе. На этом я заканчиваю. Огромное спасибо за внимание. Всего доброго.